COVID-19 поражает большое количество органов и систем, нарушая их функции в зоне риска почки, сердца, печень, центральная нервная система, под угрозой и психическое состояние человека. Порой он нуждается в наблюдении не только участкового врача, но и узких специалистов – пульмонолога, невролога, кардиолога, психиатра. Здесь имеет значение и диета, и изменение образа жизни, и дозирование физической нагрузки, и режим сна, и режим труда и отдыха, ну и, соответственно, медицинские различные пособия, которые помогут пациенту вернуться к нормальной жизни. Пульмонолог – один из самых востребованных специалистов для людей, переболевших коронавирусом. Брюмония, вызванная COVID-19, тяжело диагностируется, в основном только с помощью КТ. Это приводит к развитию тяжелой формы и осложнениям одышки, ограничению физической активности, кровохарканью. У пациентов с большим процентом брожения легких может возникнуть фиброз. Таким людям требуется медикаментозное лечение, кислородная терапия. Эффективным способом реабилитации после пневмонии является и дыхательная гимнастика. Она подходит всем пациентам, имеющим дыхательные нарушения, и вне зависимости от того, насколько тяжелую форму пневмонии они перенесли. Гимнастика помогает быстрее восстановить дыхание и физическую активность. При выполнении упражнений следует следить за самочувствием, соблюдать технику. Занятие можно делать на дому самостоятельно, но начинать лучше под наблюдением врачей. И в любом случае за пациентом, переболевшим пневмонией, нужен особый контроль. По международным данным наблюдение может занимать до 6 месяцев и даже до года. К сожалению, у нас сроков пока наблюдений больших нет, и мы не можем сказать в перспективе, какие будут у нас окончательные результаты у этих пациентов. Но, тем не менее, они требуют наблюдения и лечения у специалистов. Мы даже в «Динамике» должны проводить инструментальное исследование, такое как спирография, для того, чтобы оценивать степень дыхательных нарушений. Жизнь в условиях пандемии сказывается на эмоциональном состоянии. У человека может появиться страх потери работы, одиночества, страх потери близкого человека. Те, кто переболел коронавирусом, подвержены негативным эмоциям в большей степени. Часто они могут испытывать посттравматическое стрессовое расстройство. Также таких расстройств, как нарушение сна, повышение уровня тревоги, аффективных, депрессивных расстройств, повышение уровня раздражительности, агрессии, направленных не только на себя, но и на близких. Есть различные методики. Есть методики психологические, аутогенные тренировки. Есть физическая саморегуляция методики. Есть в этой ситуации более тесное общение с близкими. Не всегда человек может справиться со стрессом самостоятельно. Тамбовская психиатрическая клиническая больница в период пандемии отмечает рост количества обращений. На базе больницы еще с 2012 года действует многоуровневая система помощи в кризисных ситуациях. Ее важная часть – телефон доверия. Человек может позвонить по номеру 8 800 145 84 и бесплатно и анонимно получить помощь психотерапевта. Линия работает круглосуточно. Звонят с проблемами, связанными со страхом смерти, со страхом с неопределенностью, с социальными проблемами, связанными с утратой работоспособности, с утратой привычного образа уклада жизни. Очень много стало ночных звонков. Много звонят с суицидентой, с суицидальной попыткой, с суицидальными мыслями. Консультации в среднем по 40 минут. Если, допустим, нужна помощь именно реальная, то есть не только разговор, но и выезд, то мы разговариваем до той поры, пока скорая помощь не доедет до получателя помощи. На базе больницы действует и дневной стационар. Здесь помогают пациентам, имеющим нарушения сна, тревожные, панические и депрессивные расстройства и более тяжелые состояния различного уровня. Пациент приходит к нам, обращается за помощью в дневной стационаре. Как правило, это помощь комплексная. То есть, помимо медикаментозного обязательного лечения, здесь еще участвуют психологи. Если пациенту необходима психологическая помощь, это физиотерапия. Восстановление дыхания, физической активности, преодоление стресса – пожалуй, главной задачей для пациента, переболевшего коронавирусом. В период реабилитации – последний рывок к победе над недугом. Врачи призывают не пренебрегать помощью специалистов и выполнять рекомендации, особенно если заболевание протекало в тяжелой форме. Тогда вернуться к нормальной жизни можно будет в кратчайшие сроки. Мария Шумейкина, Станислав Попов, Анна Мусатова, Область новостей.